Нужно ли разрешение на приобретение, использование и ношение луков и арбалетов в 2022 году? Привет! Вы на канале Beer Hunter, меня зовут Олег, я в Арчери Теме с 2007 года. На самом деле все просто. На все товары, на которые нужно разрешение, у вас просят это самое разрешение при покупке этого самого товара. Это же касается и луков с арбалетами, но есть одно небольшое но. И это но сила натяжения. Любой человек, достигший совершеннолетия, может спокойно покупать луки с силой натяжения до 27 кг и арбалеты с силой натяжения до 43 кг. Все, что выше, это уже оружие. И там Роха, Росгвардия, сейфы, разрешение и все вот это. Так что если вас мучили какие-то сомнения насчет покупки, то можете не волноваться идти смело покупать. При покупке вам дадут сертификат соответствия о том, что ваш лук или арбалет не является оружием. И лучше его носить с собой, чтобы в случае чего показать его людям в форме. Компания Бирхандер, как добросовестный производитель, отдает на обязательную сертификацию все свои продукты. Для того, чтобы получить сертификат и этот самый сертификат раздать своим дилерам и конечному потребителю. Есть еще момент насчет усиленных плечей. Вы можете купить, как запчасть, эти самые плечи для своего лука или арбалета с силой натяжения превышающей разрешенную. Но установить их на свой лук или арбалет вы уже не можете, потому что тогда это будет оружием. Однако в России практически каждому второму арбалету покупают усиленные плечи. Зачем? Я не знаю. Ну а что же делать, если вам достался лук или арбалет, и вы не знаете о нем ничего, никакая сила натяжения, не разрешен ли он, сертификаты, все дела там, а еще какие-то охотничьи наконечники в комплекте лежат. Что делать в этом случае? Конечно, самый простой и очевидный вариант это пойти в специализированный магазин, который у вас есть рядом. Если он есть, вы приходите к ребятам, говорите, вот у меня такая-то штука, показывайте им, и они вам наверняка все подробно объяснят. И может быть даже поделятся сертификатом, если он у них есть. Но я прекрасно понимаю, что далеко не у всех под боком есть такие магазины. И поэтому второй вариант это самому максимально разобраться в вопросе. Самому попытаться найти модель этого арбалета, узнать, с какой силой натяжения они производились, завозились в Россию и так далее. Потому что по факту сертификат вам, как потребителю, не очень-то нужен. Вам важно, чтобы ваш арбалет был силой натяжения до 43 килограмм. Максимум, что вам грозит, то, что у вас заберут этот арбалет на экспертизу и вернут вам уже вместе с тем самым сертификатом. Ну и последнее, это получить сертификат на свой лук или арбалет. Вообще, это тема для отдельного ролика. Но вкратце скажу, что сертификация проходит только в Москве и стоит порядка 100 долларов. А на этом все. С вами был канал Beer Hunter. Все про луки и арбалеты. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!